Пасху Почему в православии, именно в православной традиции, Пасху называют самым главным праздником? Потому что в нем есть все. В нем есть и смерть, и жизнь. И самое главное воскресение не только Христа, но и воскресение человека, вечной жизни. Потому что в этом празднике раскрывается глубокий смысл Вселенной и жизни человека в ней. И отношение его к Богу и Бога к Нему. Так как через Христос Кресение, где открываются обители рая. Через то, что Господь по своей крестной смерти скупил его грехи и взял эти грехи немощен себя перед Богом Отцом Небесным. То есть, чтобы человек, верующий в Христа, мог прийти к Нему и обрести вот эти чертоги радости. Это духовный мир. И мы, как не совсем жильцы духовного мира, хотя мы имеем в себе духовную основу, это наша бессмертная душа. И, конечно, через нее катакируем с этим миром. Но пока мы там не живем до конца, не можем все это осознать и понять. Поэтому для нас важно знать и верить, что это так, что Господь нам это открыл и позволил быть не просто в районе, но еще быть с Ним. С источником любви, вечной радости, жизни, счастья, благополучия, как угодно можно говорить. Потому что Христос есть та истина, основа Вселенной, которая является для любого человека верующего, не только кораблем спасения, но и смыслом всей его жизни. Христос пострадал на кресте за нас, приоткрыл нам дверь в райскую обитель. Означает ли это, что нет спасения человеку, если при жизни не будет каких-то страданий, мучений? Здесь можно сказать в простоте, а как быть с теми младенцами, которые, будучи еще совсем маленькими людьми на свете, приняв крещение, испытав еще всех вот этих испытаний наших жизненных и ситуаций, вдруг ушли в мирную. Конечно, смотря на это, мы понимаем, что на все волю Божию. И то, что раз такое случилось, значит, Господь забрал их себе, как души ангелов на небо, без этих испытаний тяжелых и того, что есть на земле. С другой стороны, мы видим, что нет на земле тех людей, которые бы не испытали каких-то мучений, пускай душевных мучений, переживаний, угрызений в совести, это тоже мучения по-своему, болезни физические, и прожили бы жизнь так перепеваючи до конца, легко и просто. Поэтому у каждого человека есть свой крест. И если человек принимает свой крест, который есть вся его жизнь, в которой он живет, и отдает его Христу, полагается на его волю, на его силы, то крест становится не тяжелым ерьмом, который он несет, а в какой-то степени радостью, что этот крест позволяет ему через эти страдания, эти, скажем, искушения, трудности житейские, очиститься и обрести с крестом Царство Небесное. Для многих Пасха – это, скорее всего, внешние атрибуты. Покрасили яйца, чтобы красивее, чем у всех, напекли или купили самых пышных куличей, сходили, осветили. Ну вот, насколько это важно, да? И можно ли встретить Пасху вообще без этих атрибутов? Самое, конечно, главное в Пасхе – это душа человека, которая должна встретить Пасху в чистоте, любви и радости. Душа, как раз, является центром этого праздника, которая должна быть самой нарядной, самой красивой, самой яркой и самой любимой. Потому что, как человек, есть образ Бога. Поэтому нужно любить и себя других, как образ и подобие Бога. И тогда все будет на местах. И тогда, действительно, встречая Пасху, мы все остальное, что есть внешне касаемо обрядности этого праздника, будем принимать с той цели и радости, как наше уже внешнее выражение нашего внутреннего мира. И уже количество испеченных куличей, Пасхи, яиц и все остальное, оно будет соответствовать уже тому, насколько мы хотим угостить нашим миром, других людей, наши соседи, друзей, товарищей, как угодно можно говорить, этими приятными сладостями, вкусностями, дабы они ощутили таким образом нашу радость изнутри. И, общаясь с нами внешне через наши слова, внутренне через наш дух, чувствуя нашу душу и радость в Пасхе. И, конечно, через вот эти ощущения, то есть приятные, вкусные сладости и вкусности пасхального стола. Если человек не постился, не крещен даже может быть, можно ли ему прийти на пасхальную службу? Не то, что можно, а нужно прийти. Есть слова Иоанна Остоводства, которые говорят, что кто и постился, и не постился, все в этот день в радости принимают радость Христов в воскресении. Другое дело то, что, конечно, человек не крещен, может быть, он не сможет действительно причаститься, да, так как не крещен, но разделить радость с людьми верующими – это великое будет для него счастье, награда, что он пройдет с крестным уходом, поведет в храм и на службе, послушает песнопение, ощутит Христово, по-русски говоря, воскресение, которое именно в людях имеет действительно духовную основу и духовную радость, которая разливается на всех рядом находящихся людей, и, конечно, и этого человека. Вся седмица последующая называется недаром светлая, да? Что вообще положено делать в эту седмицу? Что нужно делать? – Радоваться, славить Господа Бога и придавать эту радость от сердца к сердцу другим людям, чтобы они тоже радовались, что у нас праздник Пасхи. В эти дни, хотя люди не постятся, но могут причастаться каждый день. Здесь, конечно, есть разные толкования по этому поводу. Ну, как рекомендации церкви, обычно до 6 часов вечера люди вкушают скоромную пищу, потом уже держат пост и на утро причащаются. Многие, к сожалению, не знают таких вещей, и из-за того, что вкушают скоромную пищу, боятся даже причаться на другой день, к сожалению, по своему незнанию. Причастие – это смысл жизни человека в Христе, потому что, когда он причается, соединяется с ним и физически через вино и хлеб, да, и мистически через его плоть и кровь Христовая духовная. Поэтому он уже на земле соединяется с ним полноценно и духовно, и физически. И когда он это делает часто, получает от Бога великую силу, помощь для укрепления его пришествия Духа, и потом уже, конечно, нашего временства земного тела. А вы помните свою, вот как бы, осознанную Пасху? Очень помню. Это было давно-давно, да, на Пенерском поселке, в конце, наверное, 80-х годов. Она была такая радостная, и мы праздновали Пасху с Поконницей Георгием, с Ниной Романовной, и с некоторыми еще участниками этого прихода на улице возле храма. Была красивая такая погода, хорошая, служили службу. И прямо на улице, на траве мы расстелили скатерть, сделали такой импровизированный стол. И была большая радость, что у нас Пасха. Что бы Вы пожелали в пасхальные дни? Побольше духовной радости людям, чтобы они радовались Христовым воскресением. Радовались, что у нас есть вера, надежда, любовь. И, конечно, это и есть Христос. А самое главное, надежда на Царство Небесное и вера в то, что это посло Христа всемирощам будет дано. То есть у нас есть перспективы жизни, что когда заканчивается временная жизнь на земле, мы, переходя мир иной, будем жить со Христом вечно. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! С праздником всех!